Аушев не сказал то, что он должен был сказать. И никто не сказал. Нужно было сказать людям, что эти земли действительно принадлежат Чечне. Там не произошло. Тумсо, десять раз тебя спрашиваю. Чем Масхадов отличается от тех чеченцев, которые сейчас служат в армии РФ? Ведь он тоже служил в армии РФ и уволился в 92-м из армии РФ. Но небольшая поправка. Масхадов не служил никогда в армии РФ. Он служил в армии Советского Союза и уволялся он тоже из армии Советского Союза. Салам алейкум. Тумсо, когда чеченцы переселились в страны Центральной Азии, они почти все были суфистами. Почему? Про это только сейчас начали говорить все. Что насчет последнего выступления Абадиева? Я считаю, что очень полезное выступление, которое должны послушать наши братья Ингуши. Я сейчас, конечно, не про его очередные нападки на чеченский народ. Это ладно. Уже привыкли к этим нападкам. Я бы рекомендовал обратить внимание на его слова про эту землю, про цвечь Ах и Мериджи, то, что он говорит. Он сейчас, спустя три года, он говорит, тогда я... Ну, сначала он говорит, что этот Центральный Ах и Мериджи всегда принадлежали Чечне, входили в состав Чечни. Перед тем, когда эти митинги, говорит, начинались, я, говорит, позвонил там какому-то деятелю, видимо, тому, кто занимался этими вопросами. И у него спросил, говорит, насчет этих земель, и он сказал там, типа, вообще мы не правы, эта земля изначально принадлежала всегда Чечне, и там у нас безвыигрышная тема. И вот теперь для тех, кто был обманут этими митингами, кто отдался этой фитни, это для вас информация, задумайтесь об этом. Теперь задайте тогда вопросы, почему, зная, зная, что эти земли изначально принадлежали Чечне, что там никакой несправедливости не произошло, почему эти люди тогда на митинге об этом не сказали, почему они обманывали людей, почему они говорили, что там произошла несправедливость, что земли там незаконно отдали, что они принадлежали им Бушетти, зачем они эти вещи говорили, почему они обманывали людей. Этот же Бузуртанов, этот же Абадиев, тот, кому он там позвонил, Кадзуев, он называет его фамилию. Если бы эти несколько человек, тот же Аушев, который пришел на этот митинг, но, к сожалению, тоже не высказал этого мнения. Если бы они, несколько человек, сказали эту правду, ведь не было бы этих последствий сегодня, не было бы вот этой фитнесы между нами. Через три года он признается в том, что эти земли действительно, они не принадлежали Ингушетии. Что они реально всегда принадлежали Чечне. Вот какой итог. Я считаю, что сейчас многие должны задать вопрос организаторам этих митингов, тем, кто там говорил, почему они нагло обманывали вас, почему они вывели вас на митинги, и почему тем самым они создали вот эту вот огромную фитнесу между нашими народами. Аушев именно так и сказал, что прежде нужно было народ подготовить и объяснить все. Аушев не сказал то, что он должен был сказать. И никто не сказал. Нужно было сказать людям, что эти земли действительно, они принадлежат Чечне. Там не произошло никакой несправедливости. То, что там объяснить нужно было, это уже второстепенные вопросы. Но вот эту вот простую истину нужно было людям сказать. Ее не сказали. Там эти десятки тысяч людей были убеждены в том, что это что-то принадлежащее Ингушетии взяли и отжали просто, отдали. Почему там называли предателями? Почему предателями не называют людей, которые не предали? Которые что-то свое там не отдали, понимаете? Вот эту вот простую, вот эту вот правду, ее не донесли. А что мешало это сделать? Сейчас он признается, что три года назад, он говорит, я это уже тогда, говорит, знал. Позвонил и он сказал, что типа это мы там не правы, это безвыигрышно. Но если ты знал, почему ты людям это не сказал? Ты и другие, кто это знал. Сегодня новое обращение Абадиева. Говорит теперь, мы должны признать Ингушей нацией, тогда говорит между нами мир. Мы лицензию выдаем нациям смута. Да это вообще, я же говорю, я не хочу даже эти темы комментировать. Кто не признает Ингушей нацией? Конечно, признаем. Я наоборот не понимаю тех людей, которые говорят, что нет, вот мы там одно. Да, мы одно целое, но при этом мы два народа. Давайте это уже признаем. И если это обижает Ингушей, зачем это делать? Все, мы уже исторически, политически, мы сложились как два народа. И вот это вот высказывание, что вы не являетесь народом, конечно, оно для них обидно, оскорбительно. Не надо эти вещи говорить. Аль-Хамду Лилла, отдельный народ, отдельная нация, мы при этом братские, очень близкие. Это не мешает нам быть как бы братьями. Признаем, никак с этим не спорим. Я вообще не вижу нужды уже, знаете, комментировать все эти его бредни. Это полная ерунда. Здесь нужно просто на вот эти вот моменты, именно фитны, которые они заложили, на это обратить внимание. Остальное уже это... Человек, я так понимаю, он неисправится, неисправим. Видел, как Кадыров прекратил ингушским провокаторам, они по-хорошему не понимают все равно. Кстати, в этом галанчоже он там провел, где-то на границе как раз с Ингушетией, совещание, какой-то сход там, короче. И Кадыров там высказал некоторые вещи, которые на самом деле чисто такие сеющие фитну. То, что не нужно было говорить по поводу там земель Малгобегского района Сунжинского, абсолютно бывает бессмысленные. Сказав, что мы, типа, у нас есть силы, если что, там забрать. Ну, это чисто провокационные слова. Это было лишнее. Лучше бы остановился бы на том, на чем ты до сих пор останавливался. Сказал бы про ингушей, что это братский народ там и так далее. Есть отдельные провокаторы, их там как-то раскритиковал бы. Но вопросы с этими землями, если надо, типа, мы заберем. Это провоцирует. Эти вещи, конечно, не нужно было говорить. Тумсо, десять раз тебя спрашиваю, чем Масхадов отличается от тех чеченцев, которые сейчас служат в армии РФ, ведь он тоже служил в армии РФ и уволился в 92-м из армии РФ. Но небольшая поправка. Масхадов не служил никогда в армии РФ, он служил в армии Советского Союза и уволнялся он тоже из армии Советского Союза. Но это не меняет вообще в целом сути. Чем он отличается? Тем, что он оттуда ушел, и когда пришел час, настал тот час, когда нужно было выйти против этой армии и бороться с ней, он вышел и поборолся с ней. Если бы он этого не сделал, то он бы ничем не отличался. Он был бы точно таким же, как и вот те, кто сейчас там служат. Но то, что он вышел и сразился против них, это сделало его нашим героем. И те, кто сейчас там служат, если они выйдут оттуда и сразятся с этой армией, они тоже будут нашими героями. Тумсо, тебе не кажется, что было бы лучше, если бы Хаттаб и Басаевы пошли на Гудермес, а не Дагестан. Ведь им вполне было бы по силам зачистить Гудермес от ямадаевцев. Слушай, сейчас, конечно, задним числом рассуждать об этом легко. Сейчас, конечно, я согласен с тем, что лучше бы тогда Ямадаевых и Кадыровых, Хамбиевых, вот всех тех, кто сейчас стал предателями, если бы их тогда зачистили, реально, уничтожили, было бы, конечно, хорошо, у нас не было бы этих предателей. Но на тот момент никто этого не знал. На тот момент Ямадаев был командующим, по-моему, ну, не всей нацгвардии, но какой-то частью нацгвардии он, по-моему, там командовал. Во время войны, когда у нас началась Вторая война, он вообще был там командующим сектора. То есть, никто не знал, что они предатели. Если бы эти вещи были бы известны, то, конечно, было бы хорошо, если бы тогда с ними вопросы порешали. Тамсо, Шамиль Басаев и Джохар Дудаев были суфиями, суфии и кафиры. Суфии не кафиры, конечно же. Суфизм — это одно из течений внутри ислама, в лоне ислама, так скажем. А что касается Дудаева и Басаева, когда-то, да, Басаев, по крайней мере, на счет Басаева, мы скажем, Дудаев, он погиб еще в 96-м, поэтому, скорее всего, на этих убеждениях ушел. Но Басаев, он, конечно, исправился в своих убеждениях. И когда-то, да, все мы когда-то были суфиями, это правда. Но Басаев на момент своей гибели, конечно, уже не был. Ассаламу алейкум, Тумсо, когда чеченцы переселились в страны Центральной Азии, они почти все были суфистами. Почему? Про это только сейчас начали говорить все. До кафирова были суфистами, а не суннитами чеченцы. Алейкум ассалам. Ну да, конечно, на тот момент у нас в условиях этого железного занавеса не было абсолютно знаний. Да, мы находились в глубоком невежестве. Это правда. Тумсо, ты иногда представлял Кадыровых непредателями? Ну, типа, если они не предали, и как бы ты их наравне с Масхадовым и прочим его спалял, типа, был такой герой Ахмад, его сын, Рамзан. Нет, честно говоря, я никогда такого не представлял. Не приходило в голову. Почему так много Кавказов разыскивает Интерпол? Потому что идет целенаправленное преследование. Субтитры сделал DimaTorzok